Общее сведение. Синдром Драви или тяжелая миоклоническая эпилепсия Младенчество – это аутосомно-доминантная энцефалопатия с дебютом в первые 12 месяцев жизни ребенка, которое проявляется фибрильными и офибрильными генерализованными приступами, фокальными миоклоническими пароксизмами, расстройствами неврологического статуса и дефицитом интеллекта. Впервые заболевание было описано французским психиатром и эпилептоловом Шарлоттой Драви в 1978 году. Встречается данный синдром редко, распространенность час 20 минут минус 40 тысяч детского населения. У мальчиков патология возникает вдвое чаще, чем у девочек. Исход синдрома Драви неблагоприятный, заболевание неизлечимо и слабо подается медикаментозной терапии. Летальность составляет порядка 16-18%. Синдром Драви – причина и симптомы синдрома Драви. Синдром Драви – это генетически детерминированная патология, которая передается по аутосомно-доминантному типу наследования. Спровоцировать развитие тяжелой миоклонической эпилепсии младенчества могут мутации лакуса СН1 и на 24 участке длинного плеча 2 хромосомы. В 80% случаев или JBRG2 на 5Q34. Данные гены кодируют альфа-1 субъединицу на плюс каналов, что приводит к нарушению физиологических процессов реполяризации и деполяризации. В нейронах и как следствие к патологической активности ЦНС. В клинической картине синдрома Драви выделяют три этапа развития – фибрильный – до 12-24 месяцев, агрессивный или катастрофический – 2. 8 лет, статически, старше 8 лет. Дебют заболевания происходит в возрасте от 2 месяцев до 1 года, в среднем – 5 месяцев. До момента возникновения первых симптомов ребенок развивается нормально, неврологических и психических отклонений не наблюдается. В большинстве случаев первичными проявлениями фибрильной стадии синдрома Драви становятся фибриллярные судороги атипического характера. Они имеют большую продолжительность – свыше 20 минут, включая в себя очаговые компоненты и альтернирующие гемиконвульсии. Иногда переходят в эпилептический припадок. На ранних этапах такие состояния сопровождаются субфибрильной или фибрильной температурой тела, в дальнейшем подобных проявлений не наблюдается. Зачастую при синдроме Драви приступ может быть спровоцирован гипертермией, согреванием, горячей ванной или инфекционной патологией, световыми раздражителями, резкими движениями и т.д. Катастрофический или агрессивный период синдрома Драви характеризуется выраженными полиморфными клонико-тонико-клоническими припадками, альтернирующими гемиконвульсиями, очаговыми, моторными пароксизмами, атипичными абсансами. Приступы начинаются с мышечных подергиваний по всему телу, иногда асинхронных переходят в кратковременную тоническую, а затем клоническую фазы. Часто подобное состояние трансформируется в эпилептический статус, который может сохраняться до нескольких суток. В возрасте 1-2 лет у больных с синдромом Драви определяется дефицит интеллекта, олигофрения и гиперактивность поведенческие аномалии, нарастающие до 6-7 лет и сохраняющиеся на протяжении всей жизни. Также развиваются неврологические нарушения, мышечная гипотония, атаксия, интенционный тримор, моторная неловкость, признаки пирамидной недостаточности. В этом же возрасте у части детей возникает паттерн-сенситивность, при которой определенная одежда, обои или телевизионная передача могут стать причиной очередного приступа. Статическая стадия синдрома Драви характеризуется уменьшением интенсивности и частоты эпилептических припадков. Психические и неврологические отклонения остаются. Большая часть приступов возникает в ночное время или сразу после пробуждения. Как и в других периодах они могут быть спровоцированы повышением температуры тела, ярким светом, резким движением и дыре. На фоне отставания в интеллектуальном развитии, нарушений психики и резистентности заболевания к лечению пациент почти полностью лишен способности адаптироваться в социуме. Диагностика синдрома Драви Диагностика синдрома Драви основывается на анамнистических данных, физикальном обследовании, лабораторных и инструментальных методах исследования. Из анамны за педиатром выясняется возраст, в котором произошла манифестация патологии, первичные проявления, характеристика приступов, степени их тяжести и динамика развития. При осмотре ребенка в межпреступный период можно выявить отставание в интеллектуальном развитии, ЗПР, гиперактивность, нарушение неврологического статуса. Во время припадка определяются атипичные псансы, очаговые расстройства, альтернирующие гемиконвульсии. Общие лабораторные анализы, ААК, ААМ, анализ КАЛА, малоинформативно выраженные отклонения от возрастной нормы, как правило, отсутствуют. Из инструментальных методов исследования при синдроме ДРАВ используется электроэнцефалограмма ЭГ и магнитно-резонансная томография МРТ. Между приступами на ЭГУ большинства таких детей определяется сочетание очаговой, мультирегиональной, диффузной и эпилептиформной активности с нарастанием во сне. При низкой частоте припадков данные признаки могут отсутствовать. По результатам МРТ головного мозга удается установить признаки диффузной атрофии коры головного мозга и мозжечка субкартикальных слоев, иногда увеличение размеров желудочков. Для подтверждения синдрома ДРАВ используется кариотипирование с определением мутаций генов СН1 или JBRG2. В педиатрии дифференциальная диагностика синдрома ДРАВ проводится с фибрильными судорогами, метахондриальными и дисметаболическими. Патологиями, доброкачественной миоклонической эпилепсии и младенчества, синдромами Ленокса-гастой дозе, другими формами. Эпилепсия у детей, которые сопровождаются миоклоническими припадками. Практически идентичную клиническую картину имеет мутация генопы. CDH19 эпилепсия с умственной отсталостью, ограниченной женским полом. Субтитры создавал DimaTorzok